Я надеюсь, это видео будет удалено, я буду пожизненно забанен на ютубе и никто не увидит то, что видел я. Я не смею сказать, что это видео разоблачение на Яндекс.Игре или что я хоть что-то понимаю, я вообще нихуя не понимаю. Давайте сразу к делу. Когда я впервые зашел в этот треклятый сервис, мне показалось, что это не Яндекс.Игре, а Яндекс.Цифровой скипиди анальный тракт челлендж 777. Я провел в этой промывалке мозгов через анальный проход больше пяти часов и я задаюсь лишь одним вопросом. Зачем это существует? Нет, правда, вы вообще видели, что там творится? На первый взгляд, посмотрев категории, вы не отличите Яндекс.Игре от обычного геймсервиса для детишек из начала десятых. Но при детальном осмотре обнаруживается залупа, которую Яндекс усердно пытается засунуть вам между губ. Телефон позвоняя Мегачаю, блять, от соси бабру, тракни шака. Среди детских игр прячутся совсем не детские шалости. Говоря о категориях, давайте я расскажу вам о них еще немного, просто чтобы вы понимали, почему Яндекс.Игры прокляты нахуй. Так, для мальчиков приключения, аркады карточные. Ладно, допустим, что у нас ниже? Опа! Опа! Примечательно, что раздел для малышей находится прямо над казино. Вы просто вдумаетесь, блять, заходит чили пиздрик зачилиться разукрасить Нюшу, а потом Яндекс.Игры доходчиво ему объясняют, что казино, это вообще-то возможность разобраться в правилах таких популярных игр, как покер, блокджек, рулет, кислоты с джекпотами. Вы понимаете нахуй? Казино и для малышей. И в этом вся суть Яндекс.Игр. Вы можете себе представить целевую аудиторию данного продукта? Лично я нет, поэтому давайте посмотрим разные аспекты Яндекс.Игр и поймем, кому они нахуй нужны. Рассказывать по отдельности про игры, в которые я заходил, я ебал в рот, говна здесь и так навалом, и для удобства я его рассортирую по степени трэша. Все карты вскрывать я сразу не буду, а значит начинаем мы с верхушки айсберга. Бля, тут даже рекламы нет. А. Есть реклама. В данном болоте вы найдете копирки на любые игры, а также залипательные кликеры на любой вкус и цвет. Устали от пафосных Гран-Туризма и Need for Speed? Вот, пожалуйста, симулятор автобуса 3D. Заебали бесконечные шлаковые продолжения ФНАФа? А как вам пять ночей с Тимохой 2, деревня? Тема абсолютно нормальная, в наше время все это может считаться параллельным импортом, разве что количество цифрового цирка ски в виде туалетов и побегушек от полутора полигональных ебак по типу границ слегка пугает. Спешу также представить вам Робби, символ Роблокса в Яндекс.Играх. Для меня он навсегда ассоциируется с песней Валентина Дядьки Нут и Дудь, А самые маленькие зрители канала не раз мокренько засыпали, занимаясь разным сроби в своих фантазиях. Задерживаться на этом уровне я не буду, но даже находясь на самой верхушке, уже можно заметить одну из главных киллерфич Яндекса. Его злоебучая, вездесущая реклама. Сказать, что это ахуя, не сказать ничего. Как мне описать свое ебало, когда мне рекламируют знакомство с 30-летними богатыми незамужними женщинами и подготовку к ЕГЭ по патематике 2025? У них в этом парашнике отсутствует хоть какая-то клиента ориентированность, и они хуярят вообще все, что у них купили. Опять же поднимается вопрос, нахуя школьнику имитация головных волос или обычному работяге, который зашел покупать стрелялки, плавки, бикини, вэтэмэнс, розовые. Как будто реклама в Яндекс.Играх существует только для того, чтобы ее отключали, естественно, за донат. Самая популярная реклама, что неудивительно, это сайты для знакомств с мамашами разного срока свежести. И насколько вообще этично это пихать в сервис под названием Яндекс.Игры, блять, находится под большим вопросом, которым лично я задаваться не хочу. Сделайте себе Яндекс.Знакомство с 30-летними незамужними богатыми одинокими женщинами и не ебите мозги, ебанарот. ААААА! 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 АААА! АААА! ААААА! АААА! АААА! Блять! Все, ребята, точка невозврата пройдена, отныне мы стремимся строго нахуй. Тут начинается не совсем детский контент с большой порцией аниме-пиздеца. Во первых, кому нахуй нужны знакомства аниметян 2D в Яндекс.Играх? Покажите мне хоть одного сперматоксикозника, который пойдет дрочить не на визуальные новеллы или обычное порно, а на Яндекс.Игры, блять. Во вторых, вопрос к тем, кто это говно клепает. На кого вы рассчитываете, штампуя однообразные ебучие кликеры? Насколько, по-вашему, человек должен низко пасть, чтобы искать общение с аниметяночками у вас? Закрадывается ощущение, будто Яндекс года 4 назад создал нейросеть для клепания говна на основе запросов детишек, забыл её выключить, и сейчас мы имеем десятки и сотни неинтересных ни для кого симуляторов хуй знает чего. Ну не верю я, что какой-то человек реально сел, научился создавать игры на Юнити и создал что-то для Яндекс.Игр. А если этим занимались реальные люди, то у них явно было негласное соревнование, кто сделает самый ядрыный понос, после которого единственным смыслом жизни будут верёвка и мыло. Интересно смотрится аналогия с лайком. Это такой же по задумке детский сервис, в который из-за ухуичной модерации пробрались совершенно конченые создатели хуйни, наклепавшие столько глины ёбаной, что уже непонятно, кто кого ебал, то ли он тебя, то ли ты себя. Но на этом ахуй не кончается. Добавив аниме тянкам глубины, мы получаем ещё более кромешный пиздец, а именно фетишистские сперматоксикозные фантазии сумасшедших с тегом девушки. Девушки из Mortal Kombat, Fury девочки, толстые девушки, смотри девушки, помоги девушке, девушка нубика, блядь. А где девушка, блядь? Тут даже девушки нет. При выборе, во что поиграть в Яндекс.Играх, вы можете ориентироваться на два аспекта. Оценка аудитории и возрастной рейтинг. Вот вы видите тут хоть какое-то ограничение по возрасту. А вот оно, блядь. И учитывая вышесказанное, поразительно, что в Яндекс.Ональной юбле, сервисе для детишек, которые буквально минут пять назад вылезли из своей мамаши, игр с пометкой 18+, как говна в жопе. Сотни, сука, квадрабобер, миллиарды игр, и при этом у всех низкие оценки. Я не нашел ни одной в кавычках игры с оценкой выше пятидесяти. В какой-то момент я себе поставил задачу найти реально какую-нибудь дрочибельную помойку в этой секции, которая бы имела хорошую оценку и хоть сколько-то соответствовала своим байтам. И самое подходящее было, знаете что? Накачай большую попу, беги, жри, бургеры, ёпта. Когда я планировал этот видос, я хотел последовательно рассказать про ужасы Яндекс.Гемороя, что вот это, это и это неправильно, вся хуйня. Но в какой-то момент, пока я писал сценарий, у меня натурально сгорела жопа, а не когда горящие яйца превратились в два грецких ореха, от которых даже щелкунчик прихуел. Настолько близко к депрессивному эпизоду и желанию попить уксуса, пока я кликаю попы девушек в Яндекс.Играх, у меня не было никогда. Всю хтонь Яндекс.Игр невозможно осмыслить в одном цельном виде, это реально что-то в той же метафизической сфере панического ахуя, что и лайк. Вся эта реклама, 18+, контент, наглая и бессмысленная копирка всего подряд. Как это может существовать? Не, ну если рассматривать Яндекс.Игры как наш ответ лайку, то получилось реально охуенно, если забыть, конечно, что там видосы, чтобы испепелить мозги любому адекватному человеку, а тут за каждый клик по экрану добавляется хромосома. А тогда разницы действительно нет. Погадаю вам на залупе колода Таро. Ваши люди хуйня, как стеклотара в гусь хрустальном. Хватит наёбывать людей, падлы. Итак, мы уже на глубине 10 тысяч километров, где-то на первом кругу ада, прямо под яйцами улицы Фера, но даже тут ловит этот ебаный телефон позвони Омега Чаю. Вы себе даже не представляете, как у меня скукожилось лицо, когда я набрал какой-то случайный номер и мне выдало вот это. В начале видоса я обмолвился, что отдельным играм много внимания я выделять не буду, но тут отдельный случай. Я понимаю, что это собьёт динамику и всем похуй на Яндекс.Игры, а Омега Чай это вообще-то реально тема, но я просто не могу не показать вам хотя бы минуту чистого как паша техник геймплея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я позвонил по всем номерам, а их в первой части 20, и когда я зашел в список контактов, около опагам на 100 я заметил число 4000. Понимая, что я нахожусь на Яндекс Играх, я начал кликать, процесс пошел, ну а пока лесплейщик я готовился к охуеванию, я продолжу свой рассказ. Данный эффект шизофренического бреда не описывается никак, иначе кроме как, ну это лайк только без видео. Пока я звонил о мегачаю и смотрел на сигма наггетсу, у меня начал вытекать мозг из уха, но зато лицо приобрело приятную квадратную форму. Ну а что еще говорить? Вы сами видите этот визуальный бред на фоне, я за год не напишу такую каловую историю, которая будет хотя бы такой же каловой, как эта дресня. За степень стараний мое почтение, 10 выпрямившиеся извилины с 10. И вот я, кстати, уже докликиваю, давайте же посмотрим, что я получу за эти 4000 треклятых кликов. Ты, ты, ты че ебанутый? Ну твою мать нахуй! Ах, ты п***а! О, ***! Впереди ещё примерно половина видосов, которые я более конкретно поговорю о моих претензиях к Yandex Simulatorолоботамии, Так что давайте я расскажу вам о самой зловещей секции, с которой я прихуел ещё больше, чем с Омега-чая. Да, она находится прямо под разделом для малышей, и да, внизу этой страницы вы можете найти объяснение, почему раздел Казино полезен. Бля, я в ахуе, никакими другими словами это не передать. Мизулина запрещает медеек, которые промышляют казиночами, казино в России запрещено в целом, но в одной из крупнейших российских компаний есть место, куда могут прийти прожжённые лудики и младенцы, чтобы покрутить слоты. Бля, я правильно вообще всё понимаю? Некоторые игроделы буквально пиздят интерфейс с вулкана, наверное, чтобы поднять узнаваемости бренду, или ахуе знает. Как это может существовать настолько открыто? А если вы думаете, что это просто пустышка, но крутят слоты и чё, вон написано даже, что по карману не ударит, то нет, нихуя. Туда даже можно вливать реальные деньги, и подобно реальному казино вы с этого нихуя не поимеете. Кто-то ведь создавал эту страницу, писал этот текст с объяснением, почему это нормально. Как они пришли к этому? У меня уже тупо рофлов не осталось перекрыть эту душнину ебаную, но видение казино на Яндекс.Играх попрыгло меня в такой шок, что я на месте, пока я это всё записывал, аж взвизгнул и немного натрусил в штаны. Всё, давайте я немного приспущу граду скала, охуенно просто вылить говна на отдельной категории, и давайте я всё-таки добавлю немного конкретики. Яндекс.Игры это очередное воплощение зла, как лайк, как тикток, как фанаты Дани Кашина и его шипа с мазелами. Кто-то может сказать, да не похуй Ли что-то натворится в Яндекс.Играх, что в этом плохого? Представьте, что вы заёбанная мать с личинкой под боком, и надо её как-то усадить, чтобы перестала ебать мозги. Вы гуглите игры в браузере и видите, О, бля, Яндекс.Игры, им там можно доверять. Яндекс пиздатые ребята, мой муж там работает курьером, вряд ли они будут промывать моему ребёнку мозги. Вы отходите, всё заебись, годовасик тугосиря играет, можно подрочить спокойно, но тут вы слышите из комнаты, где сидит ребёнок. Что за бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес? Давай! А через минуту личинка входит к вам и говорит собирать манатки и съезжать нахуй, потому что проебала хату в слотах. У Яндекса в целом огромный кредит доверия, они захватывают все области интернета и, казалось бы, на Яндекс.Игры в частности это доверие также должно распространяться. Если и будет какой-то ребёнок, а я всё-таки предполагаю, что на Яндекс.Играх сидят в основном дети, играть во что-то в браузере, то он будет это делать по первой попавшейся ссылке. А так как Яндекс закупает себе места повыше, ребёнок не сможет не попасть никуда, кроме Яндекс.Ебаного болота, и уже там насладиться блэкджеком и омегачаем позвони Владу А4. Думаете это всё? Хуй там. Смею предполагать, что в Яндексе вполне понимаю, что они крупнейший игровой сервис, на котором сидят в основном дети. А теперь внимание! Столкнётся ли ребёнок, которому явно нет 18, с хоть какими-то ограничениями, чтобы поиграть в смотри-девушки или покрутить слоты, у которых якобы есть ограничения по возрасту. Нет, блядь, там даже регистрироваться не нужно, чтобы в это поиграть. Да даже на блядском форнхабе есть авторизация, ребята, вы чё? Я не хочу, чтобы это выглядело ебаным морализаторством. Я понимаю, что если ребёнок захочет посмотреть на мясо матюки и голые титики, он найдёт их при желании. Но тут мы имеем дело с сервисом, который позиционирует себя как детский, но при этом есть ничем не ограниченный от детского контента 18+, помойник. И в этом реально есть проблема. Для НСФВ, казино и всей остальной хуйни одно пространство, для гоночек, приодевалок и головоломок другое, но Яндекс это смешивает, и более того, он это одобряет и объясняет, намешивая самый ебанутый батин суп, который лично я называю Яндекс Суп. Вернёмся к моим словам о том, что ребёнок, перейдя по первой ссылке, попадёт на Яндекс Игры. Допустим, зайдёт он не на первый попавшийся сайт, а на второй. А там знаете что? Яндекс Игры, блядь! Ладно, пусть скупают конкурентов, спасибо, хоть туда не пихают казино и 18+, контент. Не пихают же, да? Я просто искренне не понимаю, какую аудиторию хотели привлечь Яндекс в данном сервисе. Казалось бы, 90% категорий тут исключительно детские, не будет взрослый мужик убивать монстров в Nokia 3310 или там в Roblox симулятор играть. Но при этом зачем-то они всё-таки пустили игроделов, которые делают 18+. Может это какой-то гениальный рекламный ход для привлечения младенцев, потому что реально голых сисек и матов там нигде нет. Разве что в рекламе мне однажды попался очень прозрачный топ, но это всё-таки частный случай. С другой стороны, как эта реклама вообще просочилась на вроде как детский сервис? Ну ладно, об этом я уже выше высказался. Что мы по итогу имеем с Яндексом? А точнее, в чём Яндекс имеет нас? У нас есть условно детский сервис с обилием байтового 18+, шлаг контента, количество рекламных баннеров совершенно ебанутой рекламой и счислению не поддаётся, а количество игр, которые сделаны просто, чтобы в них поиграли, а не как мазня говно из Юнити или чтобы выкачать деньги из младенцев, можно наоборот пересчитать по пальцам. И приправлено это всё встроенным казино, чем с возможностью выливать туда бабки, чтобы затем их проебать. Охуенный детский сервис, заебись. Единственное, как можно представить Яндекс.Игры с хорошей стороны, ну, там есть игры из рекламы с Ютуба, но кому нахуй хочется не иронично похуярить в «Получи крутую пушку Эвани Кинг 2, убей хомяка», покажите мне хоть одного такого человека. Ну и справедливости ради, в Яндекс.Играх легко можно залипнуть, но не из-за пиздец интересных игр, а от лицезрения того трэша, который там происходит. Ну а теперь, для тех, кто прошёл через этот каловый анал-карнавал, маленькая анальная душина, в которой говна иду меньше, чем в ёбаных Яндекс.Играх. Как-то сижу на толкане в школе, давлю повидло, чтоб было не видно, и тут, блядь, я понял, что вчерашний арахис нихуя не переварился и скребётся, как в крипипастах, только не в дверь, а в очко. Пиздец, короче, срать больно, но в амбаре хмеля много, а долгоносика нет. Ну я так и сижу, как Прометей, прикованный к очку, а говно-орёл клюёт мой анус. И тут я чую, что в позе орла профитов малые ноги затекают, а руки устали держаться за стену, пиздец, пытка. С одной стороны, чтоб держаться, нужна концентрация, с другой, до жопы доходит мало энергии, и я ослабиваю очком, и тут какаха вырывается на свободу и рвать плоть. Ну я сразу же перевожу всю энергию генератора на сдерживание шлюза и начинаю падать. Но тут заходит одиннадцатиклассник, а я в девятом был, и начинает смотреть на меня красного с выпученными глазами, и как она там говна из жопы. Я сразу же кричу ему, как по аниме, «Хватай за руку, ёпта!» и тяну трясущиеся ручки к нему. Он охуевает, на руки хватает. Я сразу же включаю берсерк мод и усилю на какуньку. Смотрю ему в глаза своими огромными глазищами, в которых видно мои каловые слезы. Лицо у меня было, как у Шварценеггера из фильма про Марс. Его там еще выпидели в безвоздушное пространство. У меня так же, я даже сквозь зуб губнил, как он... И когда я думал, что умру в туалете, так и не выпустив самую большую какашку в моей жизни, то вороняк длиной в километр обрывается, и я бессилен и припадаю к стене, и стою так минут десять. Когда открыл глаза, тот пацан свалил, а у меня не было бумаги, и я потерся трусами и повесил их на бочок в знак победы. Унитаз еще неделю был непригоден к использованию, а в школе появились слухи, что толчком воспользовался каловый маньяк, который гатит унитазы и выводит их из строя по всему городу. Как-то так. Все, все, хватит с меня, блять. Что-то еще про Яндекс.Игры я говорить не хочу, и так много им чести. До этого момента досмотрят около 20% зрителей, так что скажу, что мне впадло было делать просто летсплей по трешовым играм, и хотелось рассказать что-то интересное. Да и похуй, короче, получилось, не получилось, вода, не вода, мне лично вообще поебать. Я три часа записывал Яндекс.Игры. Уже этим все сказано. Подписывайтесь тут и на телегу, ставьте лайки, комментируйте, вся хуйня. Ну все, идите на хуй. Слава богу, блять. Все, свобода, свобода. Продолжение следует...